всем привет сегодня вот эта красавица у нас пересадочки у меня опять возникла шальная идея ее омолодить настолько чтобы оставить себе пенечек хочется мне себе еще такую орхидейку я решила короче говоря отрезать отрезать ее в общем тут достаточно корней для в принципе ее дальшего благополучного житья быть я вот и хороший пенечек будет хороший корневой вот в этом же горшке и оставлю его вот вообще мы 20 марта и и сюда посадили то есть сколько уже прошло времени апрель май июнь июль август сентябрь 6 месяцев ну это такса у меня 6 7 месяцев но иногда 8 когда я задержусь в общем я уже и отстаю тут уже без вас долго рассматривала 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 как мне лучше отрезать потому что она проживет на этих корнях вот этих верхних вот пенечек замечательный без листиков конечно но он такой живенький поэтому все будет нормально так сейчас надо взять форму какую-то чтобы немножечко керамзит вытряхнуть слегонца чтобы шейку оголить увидеть конкретно там где отрезать аккуратно она недавно отсвела у меня нацвела летом после омоложения буквально сразу у меня даже есть видео видео пересадки в этот горшочек я вам оставлю под этим видео ссылку вот и у меня там еще где-то есть видео уже после конечно где показываю вам что цветонос появился после пересадки хвастаюсь то есть такое тоже видео есть вот но здесь все просто все просто значит тут эти только корни которые так это вот досюда этот корень пошел его надо будет как-то вытащить немножко потому что его наверное я забрала бы хотя чуть по жмаку и вот это прилипло пеностекло тут немножко прилипло мешается мне опа так смотрим рассматриваем внимательно где-то я здесь видела живую почечку прямо мне кажется что примут стоит только отрезать и сразу попрут детки прямо так вы тоже там смотрите и так для себя делайте вот какие-то заметочки где бы отрезали вы так 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 сейчас я так долго смотрю смотрю там беру и режу неожиданно для всех там он еще старые цветоносы вон торчат сухие он то есть очень глубоко то есть принципе шейка у нее такая я пересаживалась щадящий видимо хотя у меня там видео написано что омоложение но она мне очень это это вообще моя самая первая орхидея если вы смотрели мой канал старый мой канал ты рассказывала что это моя самая первая орхидея которую я купила в магазине сейчас я вам расскажу ладно расскажу значит магазин универсам обычный привыкать вот как сейчас помню вообще просто это было смертельно давно я даже не помню вообще это было очень давно у меня еще первый сын был маленький а моему старшему сыну 26 лет а он еще был маленький то есть вот это было ну просто нереально давно я выходила с универсама сказ заплатила сказ с кассы вышла и при выходе там такой стоял лоточек знаете как бывает газетами там всякими побрякушками торгуют то есть самом магазине при выходе типа ларька там да и значит цветочками торговали там всякими луковичными какими-то там гераниями но так немножко вот и стояла вот это одна орхидея я в то время когда я купила я даже понятия не имела как с ними обращаться как их поливать я даже не зала что это вот орхидея можете себе представить я просто купила она была цветущая на тот момент маленьком-маленьком горшочки транспортировочном где-то наверное не знаю в десяточки наверно она сидела очень маленьком вот и купила да нам не стояла долго цвела на подоконнике вот потом она у меня значит но цвела разумеется стала так как она место у меня южное окно на меня стояла это было лето кстати на мне стояла все лето ну стала растить листики так я вспоминаю уже говорится так тогда я говорю что я даже вот стоит стоит что делать как чего вообще не знала вот и никакого ютуба у меня тогда конечно не было ни интернета там вот поэтому поэтому я ничего не знала и там она начала листики растить она начала значит но расти как все орхидеи вверх соответственно корни вот так все висели у меня где-то даже была фотография не один раз где-то и он в своих каких-то архивов архивах увидела где просто фотографировал свои цветы какие-то на окне и она стояла такая бедненькая зачах ленькая такая вся уже загнулась вот так уже на бок загибалась потому что у нее уже была такая шея над горшком так листики такие не были не крупные такая была очень несчастная вот и в этой коре и значит поливала даже я не помню как я ее поливала вообще мне из памяти это уже конечно ушло короче она долго так стояла пока мне моя сестра двоюродная на день рождения не подарила орхидею еще одну вот даже подождите они даже мне подарили тогда по-моему три орхидеи сразу сестра подруга ну в общем они пришли ко мне в гости каждый принял мне по орхидеи уж не знаю с чего бы это они мне так решили они просто решили лучше подарить цветущий цветок чем допустим купить там букет роуз или чего-то там да они значит это тоже не имея понятия никакого ну по ну красивые цветы видимо они у нас только тогда знаете стали появляться там привозить их из голландии вот они тогда подарили белую потом значит вот какую-то еще такую вот чуть в крапинку название не знаю мне там кстати кто-то писал название не помню писала или нет на горшочке в общем короче и бордовая такая как бы обычненькая да и вот эти орхидеи не до сих пор у меня живы то есть то есть с них все и началось собственно говоря но вот это это самая первая моя орхидея представляете сколько ей лет это вообще тому непостижимо ну мне кажется что она очень старая вот и я ее уже вот второй раз так сказать пытаюсь омолодить но в этот раз я хочу от нее продолжение потому что вообще изначально она конечно меня привлекла своей листвой шикарной просто нереально она просто нереально красавица и она шикарно цвела у меня она все время шикарно цветет так ладно давайте действовать тогда тогда по-быстрому так 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 потому что нужно будет ее отдельно посадить и пенечек пенечек так чтобы тоже остался так если я отрежу вот так то у меня останется этот корень этот этот но вот этот вот четыре корня так если отрежу ниже захватя вот эти два даже три вот я так вам показываю как я рассуждаю бывает сижу смотрю на мне нужно чтобы как-то почечка какая-то там была живая потому что си низко отрезать может знаете тоже затянуться это как так сказать детка потому что там пенек неизвестно какой надо вот его рассмотреть какой он пенечек может он там уже сухенький то есть выше надо резать чем выше конечно и отрежу тем больше останется для детки не будем там философствовать как говорится умничать ну да видите там там вот 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 пенек ой пенек говорю сейчас покажу не видно да ну вот тут она начинается в таком висячем состоянии как бы вот видно да где начинается шея с она уже суховато конечно в общем вот так наверное да и вот так вот повыше да наверное повыше отрежу наискосок немножко так вот да вот так вот это правильно я сделала потому что вот в этом месте как был здесь вот еще зеленая такая шейка а дальше ниже там уже суховато хотя там еще идут корни от нее но на суховатый мне кажется так теперь моя задача освободить вот эти корни каким-то образом палочку взяла чуть-чуть немножечко керамзитик здесь подрою потому что тут уже корни они уже присосались горшочку надо немножко керамзитик убрать добраться до корня чуть-чуть его отлепить так сказать горшка ой палочку сломала керамзит хорошо бы достать этот корень так это тут уже достался только этот так сейчас попробую тряхануть купа есть контакт так вот такая она у меня ну смотрите нормально цветоносик старенький шейка чистая корни так хочется сказать белые то есть хорошие уже на нем нет ни на одном корне старого субстрата плюс горшок я уже не буду брать такой глубокий горшок огромный сейчас я принесу какую-нибудь горшочек смотрите я решила посадить такой контейнер я уже говорила тут тот кто смотрит мои видео регулярно тот в курсе что я сейчас очень часто ну как часто но на работе у меня все сидят почти в таких ведерках от капусты я уже рассказывала что я не сама не в курсе вообще почему но в них очень замечательно растут орхидеи лучше даже вот чем во всех остальных горшочках вот уже были всякие там предположения по поводу что пищевая пластмасса не пищевая вот не знаю не буду как говорится по этому поводу дискутировать потому что не знаю почему но в общем короче говоря они же есть разного размера вот эту я капусту когда-то покупала в ней эти ведерки вообще не выбрасываю они меня дачи там используются там раза по-разному как говорится вариантами и посадить них можно и ягоды в них собрать в общем хорошие контейнеры но отдельно контейнер эти нигде не покупаю хотя уже можно наверное покупать вместо горшков дешевле будет еще дешевле у меня и так дешевые горшки так еще дешевле будет вот просто они из разного размера это литровый а есть же они знаете чуть меньше но вот мне почему они нравятся потому что они они ровные то есть нет такого что горло узкое потом там расширяется или вот так наоборот неустойчивый такой знаете горшок вот здесь вот прям вот то что надо вот вот то что надо просто вот даже сейчас в литровый горшок можно посадить эту орхидей куда же с таким количеством корней я вам даю вообще стопроцентную гарантию что она просто великолепно в нем приживется просто вообще говорится стопроцентная гарантия так в общем короче говоря сейчас я пойду я помою потому что она уже давно мечтает об этом смой с нее там полугодовалую пыль и будем сажать в этот горшочек так помылись побрились вот корни чуть-чуть вот так вот чуть-чуть стали вниз опускаться так ну что будем ее пристраивать сюда какая же она красивая просто прелесть так будем сажать на дно я положу ей керамзит такой средней фракции а то мелкого то не напасешься на всех у меня конечно остался еще тот керамзит из икеи мне его мало и в принципе для какой-то маленькой орхидейки меня только хватит наверное его поэтому я не сажаю сейчас ой падает не как бы хотя здесь он его будет хорошо видно было бы в этом горшке то что горшок такой прозрачный но ведерко это немножечко надо было расправить шучу вдоль горшочка пустите так вот так так дальше уже мелким засыплю так с одной стороны так чередую короче у меня здесь разный керамзит попадается это ничего страшного наоборот в принципе неплохо крупного нет такой разный но этот хороший керамзит он уже намыт у меня и высушен после каких-то орхидеек других плотненько чтоб села так вот красота какая прямо красивее даже чем в том горшке она смотрится здесь так сейчас я прикину ровно нам не сидит со всех сторон надо посмотреть если она в одну сторону какую-то клонится то можно вот так под корни подсунуть керамзитину чтобы она но не наклонялась как бы так уже уже лучше она сидит плотнее чуть утрамбовали смотрим 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 корни видно на главное чтобы было видно корни ну так то в принципе и все так тут все видно так сейчас пеностекло она вообще такая любительница наращивать корни кстати говоря очень быстро поэтому надо ее мне тут подзавалить немножко пеностекло чтобы они не вылезали хотя бы хотя бы полгода посидела спокойно чтобы нарастила корешочков ну туда во внутрь горшка я имею ввиду так да то что положим так с этой стороны в общем как то так как то так и получилось просто вообще по моему вот так вот видите я ее заглубила потому что в принципе вот этот лист он такой но он еще как бы на его не отсушивает ну вы же понимаете не за горами потому что я вижу вижу что она его первый лист пойдет на отсушку это вот этот вот поэтому поэтому поглубже и там пойдет какой-нибудь корень или цветонос пробьет лист и лист будет отсушен а так мы его безболезненно снимем корень направим в грунт и все будет замечательно так теперь пенек пеностекло тут конечно можно по вытаскивать вытащим такие большие куски то есть понимаете да пеностекло у меня не заканчивается вообще никогда но у меня не закончится потому что я из одной посадки вытаскиваю пеностекло мою если нужно его но если оно там какое-нибудь знаете позеленело или еще чего-нибудь тру его друг об друга под водой пеностекло как новое и использую снова в других посадках так что тут у нас за корень такой сухой один есть отрежем его вот смотрите какой шикарный пенок мне кажется я думаю что здесь скоро вырастет детка почему-то вот у меня есть на это какая-то надежда так сейчас я хочу добавить немножко керамзита сюда у меня вот есть крупный керамзит нет зацеплю чтобы туда между корней он упал протолкну его прямо к шее все наверное все еще у меня тут есть такие большие керамзитины можно их использовать сюда вот и значит смотрите сейчас я вам покажу дальше все а дальше я беру свою любимую свой любимый прибор вот так вот аккуратно по корням смочила корни видите сразу зеленеют очень хорошо живые здоровые корни которые будут питать этот пенек ну заливать конечно водой не стоит в чем бы у вас не сидела даже вот если в коре то пенек конечно нужно аккуратно поливать потому что листьев нет испарение меньше влаги вот у меня там видите они в принципе суховаты поэтому я про пролью немножко прыскает у меня мелко поэтому не думайте что это прям залила водой нет я просто хочу чтобы они позеленели вот поставлю у меня там на стеллаже красная лампа фито ну вы знаете на нижней полке туда я всех ставлю своих нет не цветущих и вот пеньки у меня там стоят тоже именно там у меня это самая колода и нарастила деточку очень успешно кстати хотела с каоды все-таки снять детку начал я хотела потом видел цветонос зажалела ее думал блин ну вдруг что-нибудь там не пойдет вдруг хотя в принципе я всегда в себе уверена в плане орхидей но не знаю почему думаю ладно чё я тороплюсь что ли пусть постоит в общем она мне стоит цитонос растет а я все хожу вокруг нее и все думаю а может отделить ну вот пока еще все хожу может в один прекрасный день я просто вот так вот встану с утра и решу да я ее буду отделять вот но пока нет еще пока еще не решила так что вот такие у нас с вами пересадки вот так красота красотинская обалденная надеюсь надеюсь что будет детка я просто мечтаю я такая жадная никому не дам даже не просите я все себе все себе оставлю но может быть когда детка будет я ее заберу отсюда если будет еще детка но может тогда тогда я буду ее куда-то там пристраивать а пока нет пока моё моё все моё все посадочка и пересадочка и расчленение закончено всем спасибо за внимание всем пока